Жители 11 домов в центре Новосибирска выступили против строительства высоток на месте универсама на улице Ленина. Местные жители считают, что возведение в этой локации пафосного жилого комплекса создаст серьезные проблемы историческому центру Новосибирска. Подробнее об этом далее в прецеденте. Новосибирска. Местные жители от такой перспективы пришли в ужас. На этом месте планируется постройка четырех жилых домов, один из которых 22 этажа высотой. Какая нагрузка будет на инженерные сети, на транспорт. Люди опасаются, что их дома могут и не выдержать возведение крупного жилого комплекса по соседству. Вот конкретно мой дом 35-го года постройки. Есть чуть помоложе, но тоже уже взрослые, там 56-54-го. Что произойдет с нашими фундаментами и фасадами. Мы просто в центре наблюдали такие картины, когда пристройки идет трещина по фасаду, на Уридского-Горького, например. Местные жители задаются и другими важными вопросами, такими как инсоляция в их квартирах и транспортная доступность. Ведь улица Ленина на этом участке имеет одностороннее движение. Если этот объект и эта стройка возможны, таким образом будет осуществляться подъезд строительной техники. Со стороны улицы Ленина это изолирует возможность движения транспорта. Со стороны двора хотелось бы напомнить о том, что в нашем доме на первом этаже музыкальная школа детская и объехать там практически невозможно. Опасения людей разделяет и депутат ЗАГСобрания по округу Константин Антонов. Если это решение будет реализовано, то никакого тихого центра не будет. В самом центре обезображенного Новосибирска будут находиться вот эти многоэтажки. Представляете, какие там будут пробки и какое там будет движение. Там же не въехать, не выехать. Под эти многоэтажки будут рыться котлованы. Там находятся дома 30-х годов, поздние постройки. А не вообще кто-то исследовал это или не исследовал? Разобраться с этими вопросами теперь предстоит надзорным органам. Местные жители направили обращение в прокуратуру. Они считают, что проект застройки принимается с нарушениями. Также люди попросили мэра и губернатора не допустить возведения высоток на месте универсама. И тут, и другой прокомментировали конфликтную ситуацию. В первую очередь, инспекция госстроенадзора проверит, действительно ли планируемое строительство не соответствует генплану и правилам землепользования застройки. У прокуратуры есть более полное полномочия вмешаться в эту ситуацию. Поэтому наша инспекция свое мнение сформирует и передаст прокуратуру область. Сегодня ведутся проработки этого вопроса, в том числе с архитекторами, с общественностью. Есть разные предложения, которые украсят это место и в том числе позволят решить ряд проблем, накопившихся в этом районе. Поэтому, понимая, что всегда есть столкновение мнений и существуют разные мнения, поэтому давайте разговаривать, давайте искать решения, которые украсят город-центр, город Новосибирск. Напомним, в январе этого года собственник земельного участка уже обращался к городским властям с просьбой изменить зонирование под жилую застройку. Однако АО «Универсам» тогда было отказано. Но владелец земли своих планов, похоже, не изменил. У нас там сейчас зона, насколько я помню, ОД-4, которая предполагает общественную деловую застройку без жилья. Поэтому сегодня вполне может появиться там гостиница на этом месте или любой другой объект, который предусмотрен градостроительным регламентом данной территориальной зоны. Но владелец считает, что более оптимальным является для него размещение жилья, и в связи с этим обратился в мэрию с тем, чтобы проектом планировки было предусмотрено размещение там живой застройки. Главный архитектор подчеркнул, что пока в мэрии обсуждалась только концепция нового ЖК. Ее авторам был дан ряд рекомендаций. Тем временем жители квартала настаивают, что хотели бы увидеть на месте универсама вовсе не жилые высотки. Если это идет в высоту, то это же может быть мультизадачная такая постройка. От сохранения ритейла, только более такого разнообразного, наполненного, до какого-то творческого центра, площадей для детских центров, например, досуговых, для каких-то центров развития. Нам, конечно, хотелось бы здесь видеть продуктовые магазины, которых здесь на самом деле точечно мало. Какие-то досуговые центры, то, что позволяло бы реализовать потребности людей, которые живут вокруг. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях.